Ну вот, друзья, я спустя неделю органично, я надеюсь, врываюсь в ваш вечер и застаю вас за ужином, за ужином плотным, как мы все любим после тяжелого рабочего дня, тем более, можно сказать, вторника, как понедельника. Ну и, естественно, это вредно, а раз так, то сегодня мы вновь поднимаем неприподъемный информационный пласт, посвященный ожирению. Проблеме настолько частой, что если критически посмотреть на себя в зеркало и не вжимать в живот, то понятно, что и многие из нас к ней имеют непосредственное отношение, это в какой-то степени личная немножко лекция. А раз так, раз так, коллеги, то, конечно, обывателю покажется, что пациенты с ожирением, они делают мир вот так лучше, веселее. Это и в сериалах, и различных комедиях. Но, конечно, это не для анестезиологов. И, как вы видите здесь, лучшим было бы вовремя уйти в отпуск или выбрать правильное дежурство. Особенно это важно для тех, ну, вокруг кого нет, как здесь на картинке, вот этих добрых товарищей, коллег опытных, как мы увидим, написано прямо в клинических рекомендациях, которые бы подсказали, что-то помогли в этом сложном случае. Это наша сегодняшняя лекция. Она как раз прежде всего для тех, кто, ну, изредка встречается с бариатрическими ситуациями, и каждая из них, она как событие, которое запоминается на всю жизнь, и то событие, о котором, знаете, даже детям не стыдно рассказать. Столь это наполнено адреналином, потом и другими вегетативными реакциями. Окей. Коллеги, вот то, о чем мы сегодня постараемся поговорить. Это, опять же, цикл, небольшой цикл сообщений, лекций. Прежде всего, о том, как мы понимаем ожирение сегодня, о тех новых аспектах в его лечении, попытках контроля, проблемах, которые приведут нас постепенно к обсуждению переоперационного периода, как пациентов бариатрического направления. И здесь, наверное, что-то новое узнают для себя коллеги, которые трудятся, не покладая руку в этом очень социально значимом направлении. Ну, и также поговорим о тех из нас, кто сталкивается с пациентами с выраженным ожирением в общей хирургической практике, а также не забудем и акушерские ситуации, которые, ну, вот лично у меня немножко засели еще с нашей прошлой лекции про ХОБЛ. Ну, в этом нашем разговоре нам помогут традиционно клинические рекомендации, которые вы можете совершенно спокойно забрать с сайта Минздрава. Это 2020 год, достаточно свежие рекомендации. И методические рекомендации ФАР на нашем сайте, и еще более подробные рекомендации для коллег, что занимаются акушерской анестезиологией, также доступные в интернете. Для чего немножко покажу данные английских коллег. Это одна из наиболее авторитетных организаций, которая аккумулирует знания и занимается образованием анестезиологов в области бариатрической хирургии только лишь для того, чтобы понять нам всем, что уровень помощи пациентам бариатрическим в нашей стране достаточно высок, мы ни в коей мере не отстаем от зарубежных коллег, и ну вот все как будто бы на уровне. Проблема актуальная. Я уже привел критично себя, как, так сказать, с такого вот потенциального пациента с такой проблематикой. На самом деле, так называемые промышленные регионы, промышленно развитые регионы, это страдальцы с эпидемией ожирения. Более шестидесяти процентов, вдумайтесь, многие сейчас скажут, это не про меня. Значит, это пациенты с избыточным весом и теми проблемами, о которых мы сегодня поговорим. Вы видите, какие цифры в Российской Федерации. Очень печально, что педиатрических пациентов с этой проблемой появляется много. Но как и в разговоре про хроническую обструктивную болезнь легких, сегодняшняя лекция, она больше не про косметические дефекты, не про то, какую одежду, где ее купить. Она про ту коморбидную патологию и о том, как с ней справиться с теми проблемами, которые облигатно сочетаются с ожирением и могут составить проблему в переоперационном периоде. Новым направлением, подчеркивающим значимость ожирения как социальной и медицинской проблемы, является совместное изучение ожирения и онкологической патологии. На сегодняшний момент понятно, что ожирение – это фактор риска столь мощный для онкологических заболеваний, что он лишь немного уступает курению. Онкологические заболевания растут. И вот смотрите, сахарный диабет, артериальная гипертензия ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность и онкологические заболевания. Что еще нужно придумать для того, чтобы сказать, ожирение – это социально значимая проблема. И да, поэтому правительства, страны и межправительственные организации активно занимаются борьбой с этим социальным медицинским злом, стараясь настроить наше пищевое поведение, другие вопросы на такой, скажем, здоровый лад. Ну, что за повод встретиться нам бывает? Давайте их вспомним. Ну, онкология уже вышеупомянутая мной, хотя многим кажется, что онкологические пациенты часто кохексичны. Да, бывает и так, может быть, в этом и есть сермяжная правда, но и пациенты с ожирением в этой когорте встречаются. Например, вспомните, пожалуйста, пациента или лучше пациентку с вентральной грыжей, которую вы делаете или переделываете, ну вот особенно последнее время. Какая из этих пациенток не имела избыточный вес? Холецистит, знаете, эти добрые женщины, положительные со всей точек зрения, которые, ну, оставляют позитивный такой след в памяти анестезиолога. Но тем не менее, это тоже пациенты с избыточным весом. И вот здесь, знаете, самое главное, чтобы глаз не замылился. И чтобы вы перестали, ну, как-то привычно смотреть на этих пациентов, да, холецистит, да, женщина, да, обязательно избыточный вес, ничего страшного, это обычная пациентка. Вот эта цепочка, ее нужно разорвать. И сегодня мы постараемся сделать это. Ну, и большой такой пласт, которыми занимаются специализированные клиники, ну, вот, например, такая, как наша, где, конечно же, активнее и более часто занимаются бариатрическими пациентами, ну, с очень выраженным, морбидным ожирением. И это позволяет нам делиться, конечно, своим опытом. Это пациенты, которые переносят различные виды бариатрических операций, а также, вот вы видите, вмешательство по поводу косметических дефектов, эндокринная хирургия и другие вмешательства, которые в этой сфере распространены и приняты. Так что же такое ожирение? Вы никогда не спутаете это состояние ни с каким-то другим диагнозом, так как это видно невооруженным глазом. Это избыточное накопление жировой ткани в организме. Но, повторюсь, как и в проблематике хронической обструктивной болезни легких, я бы сконцентрировал ваше внимание не на обструкции бронхов, а на том, как это влияет и как это формирует коморбидные состояния, которые обязательно, облигатно этому пациенту сопутствуют. Вот что является причиной рисков, причиной неблагоприятных исходов и причиной нашей сегодняшней встречи с вами. Вот этот самый жировой орган. Я искал где-то в интернете что-то подобное с человеком, но сделать это достаточно сложно, сами понимаете. А вот с мышкой, пожалуйста, вот это жировой орган мыши. На что это похоже, коллеги? На мой взгляд, это типичная опухоль. Оказывается, не только на мой взгляд, и мы об этом поговорим. Вы видите, что белый жир может стать бурым, и это связано с внешней средой, в которой находится это животное. Но тем не менее, посмотрите, это инфильтративный рост этой ткани практически во всем теле. Да, где-то чуть меньше, где-то чуть больше, но насколько он распространенный, инфильтративный, об этом мы тоже сегодня поговорим. Итак, ожирение – это гетерогенная группа состояний и синдромов. И в МКБ вот есть несколько рубрик, которые характеризуют это состояние. Здесь небольшой такой отсыл к этиологическому варианту развития ожирения. Но общее – это, конечно же, вот эта избыточная масса. А также те коморбидные состояния, которые вот здесь коротенечко перечислены. Мы привыкли к компонентам метаболического синдрома, но как и опять же с хронической обструктивной болезнью легких, совсем не обращаем внимания на поведенческие аспекты. А ведь пищевое поведение – это один из важных аспектов, к примеру, лечения ожирения на сегодняшний момент. Психологический компонент, депрессивный компонент также часто облигатно сопутствуют пациенту. Не только, кстати говоря, на этапе нелечения ожирения, но и в процессе, например, соблюдения той или иной диеты. Очень важный вопрос – это влияние на мочеводелительную функцию, на костно-мышечную систему, традиционное эндокринное влияние. Вот все это необходимо, конечно же, врачу учесть при предоперационной оценке пациента. Как посчитать ожирение? Ну, здесь простой метод, первичная оценка, она всегда по массе, но она не конечная, эта самая оценка. И да, индекс массы тела, простое деление массы в килограммах на рост в квадрате, только рост надо, конечно, в метрах. Ну вот, смотрите, 116 моих килограмм мы должны разделить на 194, 1,94 в квадрате, и в общем, как-то так получается 31. Да, это ожирение первой степени. Я на этой кривой дороге, но стараюсь с нее как-то вот спрыгнуть, соскочить. Дальше что? Ведь это не конец, так ведь? Ожирение третьей степени, это еще вовсе не конец. Вот здесь, после индекса массы тела 40, часто мы пациентов этих и видим. Вот здесь они нам как бы запоминаются. И у нас создается впечатление, что ожирение 1 и ожирение 2 – это вообще не ожирение. Это ситуация, ну, практически нормальная, как курение, к примеру. Значит, а это ведь совсем не так. И мы сегодня об этом поговорим. Итак, морбидное ожирение – это все, что после 40, 40, 50, 60. Иногда для того, чтобы уложить пациента, и такое было в моей практике, это был пациент, кстати говоря, пожарный. Что он делал в пожарной части, сложно сказать, но для того, чтобы его уложить, потребовалось 2 операционных стола с учетом наличия специализированного стола. Представьте себе этот вес, этот индекс массы тела и действительно ту чудовищную ответственность, которая стоит перед, ну, совершенно маленьким таким анестезиологом, который к этому большому, огромному человеку подходит. Вот. Но индекс массы тела – это не вот такая исключительная вещь, которая подходит в 100% случаев. Есть ограничения. Здесь они частично перечислены. Особое внимание здесь я хотел бы даже обратить не на детишек, что имеют намограммы, как все в педиатрии очень подробно описано, дограммы, так, для того, чтобы оценить степень ожирения у мальчиков, девочек, вы видите, до, после 5 лет. Вот на что я хотел обратить ваше внимание. Вот, когда 125 килограмм, они имеют совершенно разное наполнение. И, конечно, потребовались некие такие способы, и они будут требоваться вам в жизни, в вашей практике, которые позволили бы объективно описать отличие Арнольдушки от Васеньки с одинаковым, примерно, индексом массы тела. Для этого, конечно же, используется традиционная вот такая измерительная лента. Именно она позволит нам различать различные виды ожирения, о чем мы с вами поговорим. Это устройство, которое все больше и больше входит в нашу реанимационную жизнь и называется импедансометр. Значит, ситуация измерения сопротивления ткани организма при прохождении токов различной частоты уже давно в онлайн-режиме неинвазивно позволяла измерять такие важные для нас параметры, как водные сектора, такие важные параметры, как центральную гемодинамику. И да, от этого метода не отказываются, более того, он модифицируется. А вот этим я пользуюсь в обычной жизни. Мне же как-то надо бороться со 116 килограммами и 31 вот этот индекс меня, конечно же, беспокоит. Есть устройство для домашнего такого употребления, где не нужно вспоминать утром, не проснувшись, на какую кнопку нажать. А еще меня добивают устройства, где надо нажимать на три кнопки, на четыре кнопки одновременно. Здесь встал, как-то с телефоном связался, и вот вам история того, как вы боретесь с ожирением. Да, это вот важный вопрос. Конечно, вот импедансометрия, к примеру, может показать не только, как меняется масса, как индекс меняется, но и, к примеру, показать, насколько вы эффективно, к примеру, боретесь с висцеральным жиром. То есть, сверхцелью, которую вы перед собой ставите. Почему? Да потому, что вот это разное ожирение, яблоко и груша, ну, вам наверняка известны эти картинки. Здесь этот человек, скажем, схематично в разрезе. Понятно, что это совершенно разные с клинической точки зрения и с точки зрения рисков, виды ожирения и абдоминально-висцеральное ожирение. Яблочко, оно красное, понимаете? Я как-то легко запомнить. Яблочко красное, груша зеленая. Также у нас пятерочки на рынке бывает. Так красное плохое, значит, да? И если у вас, ну, тонкие ножки, но животик имеет место быть, ну, это колокольчик, который звонит. Вот. И пациент ваш, соответственно, очень легко укладывается в эту схему, где, да, написано, что висцеральный жир, к сожалению, он эндокринологически активен, он иммунно компетентен, он очень влияет на, ну, такие вещи, как коагуляцию, ну, и так далее, формируя риски. И да, есть вот такой действенный алгоритм, который позволяет ступенчато, и вы можете его скачать, ступенчато посмотреть, каким же видом ожирения страдает ваш пациент, насколько оно повышает риски. Хотя, на мой взгляд, ожирение, как груша, выглядит гораздо ужаснее. Вот. Ну, как можно еще померить эту самую жировую ткань? Томографически, с помощью ультразвуковой диагностики, совершенно по-разному. Несколько слов совершенно о этиопатогенезе. Ну, что бы там ни думали, как бы ни списывали ожирение на разные конституциональные, генетические, кстати говоря, вот есть этот ресурс, где можно найти много информации про генетические поломки, как бы ни искали причины центрального, эндокринного, да, ядрогенного ожирения, все же в лидерах что? Вы много едите и мало двигаетесь. Вот так, наплевав на эволюцию, свое предназначение в поисках мамонта, разжигания костра, поиску дров, вы, так сказать, ставите себя в риск в эту череду плохих событий, связанных с накоплением веса. Вот даже сейчас, если вы едите какую-нибудь ерунду, кукурузу, там, я не знаю, что, картошку, глядя на меня, ну, это путь, вот, скажем, к избыточному весу. Не делайте так. Значит, и здесь вы видите, да, бывает, мама и папа вот такие, сын тоже, к сожалению, такой, но все остальное, все остальное. Да, есть эндокринные варианты, да, центральные моменты, опухоли, ядрогенный вариант, где лидеры это, что кортикостероиды, некоторые антидепрессанты, ну и так далее. Вот особенно этот ребеночек на центральной нижней фотографии, он меня прям впечатляет. Но главная задача – это сбалансировать все-таки поступающую и тратящуюся энергию. Это важно. Ну, а вот теперь я надеюсь вас немножко удивить. В лекции профессора Козлова, доктора биологических наук, нашего земляка, петербуржца и специалиста в области молекулярной биологии, генетики, я услышал очень близкие для себя 14 общих признаков опухоли и ожирения. Я вот даже и фотографию коллеги привел здесь. Настолько мне понравилась эта мысль. Действительно, давайте вспомним это животное и подумаем, что способность к неограниченной экспансии, индукции ангиогенеза, хроническое воспаление, системное влияние, иммуносупрессия, инфильтрация, что это как не яркие признаки опухолевого роста. На мой взгляд, это такая смелая, пионерская, если хотите, но очень-очень такая острая и очень наблюдательная теория. Она абсолютно обоснована. И зачем она нужна? Да, за тем, что будущее, видимо, в новых методах лечения опухоли это применение подходов, связанных с лечением ожирения. И да, многие из них подтверждаются. К примеру, голод, кето-диета, низкокалорийная диета влияют на рост опухоли. Таких статей достаточно. И наоборот, мы можем лечить ожирение, используя те подходы, которые применяются в онкологии. Согласитесь, это достаточно революционный подход. Ну, мы с вами двигаемся дальше, ведь сегодня у нас же как бы про переоперационный период. Я просто не мог не сказать несколько общих слов об ожирении. Есть, конечно, и стадии ожирения. Вы видите, с чем связаны стадии? Да как и с хронической обструктивной болезнью легких появлением коморбидных ситуаций. Чем больше этих коморбидных ситуаций, тем больше ожирения, что мешает нам жить. И чем больше оно мешает нам жить, тем больше мы с ним что боремся. Потому что, конечно, вначале мы кажемся себе основательными, потом мы кажемся себе добрыми, такими счастливыми, успокаиваем себя теорией парадокса ожирения. Может быть, об этом я тоже пару слов скажу. После мы понимаем, что не можем встать из-за стола, не видим всего себя и так далее. И это сигнал. Сигнал к тому, что надо меняться. Значит, первым вопросом, это видно, являются диеты и изменение пищевого поведения. Ну, каких только диет нет. Я буквально бегло тут скажу, что есть диеты, а есть перекосы питания. И здесь это очень важно различать. Ну, к примеру, употребление обезжиренных продуктов не оправдало себя. Видите, например, увеличение доли углеводов по сравнению с жирами также не очень хорошо. В то же время крайне низкое содержание углеводов – это тоже достаточно опасный путь. И вы видите, что это и цереброваскулярные заболевания, и онкологические заболевания. Посмотрите, сколько в этих исследованиях участников. Такие исследования для анестезиологии и ренематологии по понятным причинам достаточно сложно сделать. Если мы с вами дисбалансируем диету, убираем оттуда какой-то компонент, я вот к чему. Это делает ее искусственной и часто жизненно непригодной. Но знают ли об этом вот эти люди? Люди, почитайте диету бабочка. Что такое ЖП? Остается только догадываться. И эта неделя, она начинается с ЖП и заканчивается с ЖП. Я уж не говорю про крайние варианты самолечения. Вы видите их, тоже тут представлено. Диеты, кости да кожа вот здесь. Да, и вы наверняка сталкивались с такими пациентами. В основном, конечно, это девушки. Почему-то так получается, что они вдруг хотят похудеть. Причем сезонно это делают. И вот советы из интернета, они же не смотрят, скажем так, нас на формамеде. Они не смотрят, ну я не знаю, каких-то экспертов, не советуются ни с кем. Интернет для них помощь. И вот я открыл его, пожалуйста, диета мертвая, например. Голод, опять же ЖП. Ну это пить надо. Так, жесткое питье. Пить обезжиренный кефир и воду. Такие пациенты, например, усилив эффект диеты с помощью диуретиков, например, Лазикса, попадают к нам в реанимацию. Это же понятно. Эти пациенты, которых находят родственники и пытаются накормить, что происходит? Они опять попадают к нам. Потому что это рефидинг, так ведь? Ну и, естественно, коллеги, это еще и усугубляется тем, что наши гражданины начинают худеть с уровня нехорошего питания, который я вот тут сверху немножко нарисовал. А вот внизу, вы знаете, что это такое? Это пельмени в духовке с сыром и майонезом. Это, между прочим, из одноклассников. И там столько положительных лайков, что мне еще столько не поставили. И плюс к этому еще очень важная история о том, насколько наше питание, оно обеспечено микроэлементами, витаминами. Насколько мы в дефиците. И вот все это, естественно, ситуацию усугубляет. Плюс рефидинг. И вот, да, такие пациенты попадают к нам тогда, когда они вроде бы с благой целью хотят этот вес потерять. Что же делать, коллеги? Что же советовать нам, даже вот своим родственникам или знакомым, которые спрашивают, как худеть? Да диета для этого существует. А диета – это не голод, это просто модифицированная еда. Это нужно понять. Вот, к примеру, средиземноморская диета наиболее любимая. Потому что, смотрите, во-первых, картинка красивая, во-вторых, все аксессуары там есть. Понимаете? Все очень хорошо. Кстати, она по понятным причинам доказала свою клиническую эффективность, например, снижение сердечно-сосудистых заболеваний. Посмотрите, это и, скажем, снижение заболеваний в самой такой чувствительной группе, где пожилые пациенты с ожирением. Это даже геномные исследования, которые показывают эффективность этой самой диеты. Но средиземноморская – это не единственная диета. И да, есть специалисты, например, диетологи, у которых я все это узнал. Например, вот эта диета, которая связана с пациентами ожирением и гипертензией. Эффективная диета, безусловно. Вот диета при синдроме раздраженного кишечника. Вы посмотрите, как много вообще информации об этом есть. И насколько разнообразные есть инструменты по контролю за этими нулевыми первыми стадиями ожирения. Смотрите, интересная диета Палео, где повторяется опыт вот этих замечательных людей из Африки, из Танзании. Оказывается, вот если не есть злаки, бобы, молочные продукты, сахар, мед. Мед, кстати, можно, но, так сказать, осторожно. В очень редкие дни. Ведь у вот этих товарищей, африканцев, у них доступность этого меда, она нерегулярная. И они как бы возвращают нас этой диетой на эволюционно более раннюю ступень. И оказывается, что вот эта Палео-диета, она тоже эффективна. Тоже эффективна для похудения. Есть большой раздел диет, которые имитируют голодание. Или же низкоуглеводные диеты, что стимулирует использование кетонов, кетоновых тел. Значит, вот только незначительная часть изученных механизмов этих самых диет. И да, эта диета оправдана не только, к примеру, в снижении веса, но и в таких сопутствующих состояниях, как опухолевый рост. И это опять отсыл к патогенезу. И, например, эффективна при коррекции медикаментозной нейродегенеративных заболеваний. Эпидемия которых по выраженности и размеру проблемы в Европе, к примеру, сравнима с ожирением. Интервальное голодание, наверняка вы о нем слышали, также приносит пользу, но на очень коротком промежутке времени. Ну, по крайней мере, так говорят специалисты. Есть совершенно разные, вы видите, варианты этих диет. И да, невооруженным глазом понятно, если вы вдруг решили похудеть, и тем более, если коморбидная патология уже успела развиться, то не поленитесь, сходите к диетологу. Отечественная школа диетологии, она очень сильная. Я не рекламирую собственную клинику, хотя у нас достаточно сильные специалисты. Сходите в любую. Там помогут начать этот путь без ошибок и максимально эффективно. О чем важно поговорить при рассмотрении диет? О том, что к вам может попасть пациент, который эту диету начал соблюдать. Начал соблюдать недавно. И да, вам нужно знать о тех возможных неблагоприятных эффектах, которые сопровождают особенно начало этой самой диеты. Ну, и вот, к примеру, те диеты, которые связаны с голоданием интервальным или изменением структуры питания, они, вы видите, могут сопровождаться различными диспептическими расстройствами, но важно и водно-электролитными нарушениями, особенно если пациент не сильно комплоентен или, например, не до конца прочитал рекомендации, а там это не так просто, как принимать, например, пероральные антикоагулянты. Это, извините, нужно четко понимать, что поесть на завтрак, на обед и на ужин. И не все выдерживают. Да, есть целый перечень, вы видите, противопоказаний для соблюдения этих диет. И, конечно, если такой пациент поступает, и он говорит, что он очень жестко соблюдает диету, это опасный пациент, и вам нужно его более внимательно посмотреть с этих позиций. Что еще важно и, например, куда направлена медикаментозная, в том числе, терапия? Оказывается, есть психологические триггеры переедания, на них тоже пытаются повлиять. Ну и, к примеру, наиболее близкая для меня теория – это психосоматическая теория. Таких пациентов я видел много даже среди коллег. Это так называемое эмоциогенное переедание, поведенческий выбор для преодоления негативных эмоций. Мне кажется, у всех такое хоть раз в жизни да было. Итак, диета – это продуманный план питания. Его кто-то должен продумать, и ни в коем случае, конечно же, не интернет. Да, есть большой соблазн купить какую-то программу, заплатить деньги, и вот каким-то чудом она подстроится под ваши нужды. Да нет, конечно. И себе, и коллегам, и вашим родственникам, и знакомым, конечно, советуйте визит диетологу. Это не так дорого и, на самом деле, достаточно эффективно. Среди лучших видов питания я, как поклонник средиземноморской диеты, подтверждаю, что она и есть самая лучшая диета. Единственное, что она, конечно, дороже, чем любой другой план питания. Правда, при умелом его использовании, конечно, она может стать доступна. Ну и вот снижение веса хорошо применять вот эти диеты с элементами голодания, пускай интервально. Что делать, если диеты не помогают? Что делается? Применяются различные препараты для ожирения. На самом деле их, ну, специалисты выделяют два, кто-то выделяет три вида. Ну, это прежде всего препараты, которые влияют на аппетит, на ректики, препараты, которые так или иначе подавляют нашу тягу к пище. Интересные препараты. Но, к сожалению, не лишенные побочных эффектов, в том числе и психогенного свойства. Об этом сейчас скажем. Другие, опять же, опасные препараты. Препараты, которые влияют на ферменты и ингибируют, к примеру, липазу, уменьшают всасывание жиров. Ну, вы же понимаете, что параллельно уменьшается всасывание, например, жирорастворимых витаминов. Понятно, что уменьшение всасывания жиров, что влияет на более дистальные отделы кишки. И там возникает неблагополучие. Вот те буквально бегло препараты, может быть, снятые уже с производства. Но, тем не менее, в вашей практике могут они встречаться как препараты, которые употребляет этот пациент для того, чтобы спастись от этой ситуации. Ну, такие вещи, как сибутрамин, ремонобант. Это более эволюционно древние препараты. Хотя им всего лишь 10 лет, может быть. Ну, 20 лет. Вот так в практике. Это препараты, вы видите, которые не лишены и психогенных эффектов, и желудочно-кишечные моменты, диспептические расстройства. И, видите, кардиологические сосудистые моменты. Я к тому, что эти новые для вас препараты, их не надо пропускать мимо ушей при сборе анамнеза. Они, влияя на пищевое поведение, влияя на пищеварение, конечно же, могут нести не только пользу, но и вред. Да, и вот даже этот орлистат, который как бы долгое время был признан абсолютно безвредным препаратом, на самом деле, все же имеет в себе ряд эффектов, которые связаны с нарушением всасывания жиров, о чем мы немножко с вами поговорили. Большая такая когорта препаратов сахароснижающих применяется для похудения. Ну и представьте себе, если пациент начинает применять их бесконтрольно, опять же, наслушавшись чьего-то совета, или аналогично другому пациенту, но, к примеру, не контролирует гликемию. Конечно, этот пациент с сюрпризом, это как кот в мешке. Так? Ну, какие относительно новые стратегии, что вошли, в частности, в клинические рекомендации? Ну, например, препараты, которые похожи на глюкогоноподобный пептид, которые также, конечно, регулируют чувство сытости. Значит, это препараты, которые влияют на секрецию инсулина, это препараты, которые влияют на, к примеру, как и антидепрессанты, на обратный захват серотонина. Вот. Значит, есть препараты, которые перекликаются с лечением других видов зависимости. Ну, известный анестезиологам не понаслышке Налаксон, например, в комбинации с другим антидепрессантом, бубреноном, в известном препарате Контраве, относительно новый препарат. Значит, ну и совсем новые стратегии, это попытки повлиять на связь между жировым органом, жировой тканью и центральной нервной системой, ну, с помощью модуляции адипокинов. Это вот лептин наиболее известный и, ну, скажем так, прорабатываемый, созданный рекомбинантный препарат. И другие, другие совершенно препараты, перечислять и подробно изучать которых смысла нет. Но я хочу просто нацелить вас на то, что этот пациент, как пациент, к примеру, с артериальной гипертензией, где мы часто ориентируемся в препаратах, как пациент с аритмией, где мы тоже часто ориентируемся в препаратах, мы вынуждены, пациент с диабетом, но и вот сейчас, вы видите, есть совершенно отдельный такой ряд препаратов для лечения ожирения, которые, да, в связи со своей задумкой, со своей целью, имеют, конечно, достаточно жестокие побочные эффекты. Но хуже всего, коллеги, это пациенты, и мы таких пациентов тоже с вами видели, которые отравились препаратами, механизм действия которых непонятен. Это хорошо, если есть инструкция, это же благо, когда она вставлена в упаковку препарата, и да, мы зачастую не читаем или не читаем ее до конца. Но есть препараты, которые ее вообще не содержат. Это препараты, которые распространяются в интернете, которые продаются сомнительными организациями, я даже их перечислять не буду. И да, эти препараты способствуют формированию органных дисфункций, вовсе неожиданных. Ну, чаще традиционно страдает печень, и пациенты с печеночной недостаточностью, которые пытались похудеть, у нас были. Повреждение печени таково, что оно необратимо. Фактически это гипототропные яды. Ну, вот нам так повезло в кавычках, что ли. Ситуация, которая никак не разрешалась у пациентов. А начало-то хорошее. Телемагазин или же интернет-магазин, где хуже, конечно, все контролировать. Дальше скидка и вот полный курс. И пациент, ведь самое главное, заплатив за этот курс достаточно серьезную сумму, он ведь все это выпивает. До самой последней капли. И да, этот пациент, которого непонятно как лечить. Ни антидотов, да и фаза не та. Все прошло. Остается лишь замещать функцию. Но вы же понимаете, насколько это эффективно в современных условиях. Препараты прошли вот так, быстренько. Что же делать, если и диеты, и препараты не помогают? Да, наступает бариатрическая хирургия. Ситуация, которую совершенно даже и развивать не надо. Она развивается сама, как стоматология, очень такими серьезными темпами. Вы сами понимаете, почему. Я бы вот любую сферу медицины, которая у нас плохо развивается, вот так бы развивал. Так это ситуация, где мы не только догнали англичан, но мне кажется иногда, что мы их даже перегнали в какой-то степени. Значит, да, вот так забавно можно отрезать желудок, пришить к нему кишечник, совершенно вот таким интересным образом нарушить естественное пищеварение. И я сейчас буду говорить не о том, какие позитивные эффекты бывают от таких операций. Давайте потратим наше время с пользой. Давайте поговорим о том, к примеру, что есть проблема возврата веса после таких операций. Да, это, конечно, не комплоентность, не соблюдение диет, малоподвижный образ жизни, то есть пищевое поведение, которое не меняется, отсутствие комплексного лечения. Но есть и моменты, связанные с проблемами с хирургической техникой. Такое тоже случается, что-то приходится переделывать. И да, такой пациент, он может поступить уже для реконструктивной операции или операции, корригирующей, скоррегированной. Такой пациент может поступить. И знаете, у этого пациента, особенно в раннем послеоперационном периоде, есть явные проблемы с пищеварением. Это пациент, который имеет дефицит питания со всеми вытекающими оттуда проблемами. Это дефициты нутриентов и, конечно же, связанные с ним облигатные расстройства. Ну, например, такие как анемия. Есть еще одна когорта пациентов, и это нужно признать, и это признают сами бариатрические хирурги. Есть такая когорта пациентам, где нарушение вот этой логистики питания, если хотите, приводит к жесткой мальдегестии, мальабсорбции. И вот наиболее яркие случаи описаны при юно-ободочном шунтировании. Вы посмотрите, это и диарея неконтролируемая, и связанная, конечно, с электролитными и водными нарушениями, и, естественно, проблемы, связанные с всасыванием основных нутриентов, и, конечно же, вопросы воспалительных изменений дистального отдела кишечника, потому что туда начинает поступать то, что туда поступать совершенно не должно. Сюда же, вы видите, относятся и такие проблемы, как остеопороз, это в том числе проблемы, связанные с нехваткой витамина D, возможно, даже появление мочекаменной болезни с конкрементами из-за нарушения обмена электролитов, демпинг-синдром. Я к тому, что наступила такая эра, когда пациенты, конечно же, не все, их очень небольшой процент, но возвращаются в клиники для того, чтобы сделать реконструкцию. И да, это понятное совершенно и, наверное, обоснованное действие. Здесь данные Института гастроэнтерологии Департамента здравоохранения города Москвы. Да, у них есть такой опыт, кому, как не им, помочь этим пациентам. Такой пациент с нарушением питания может появиться и у вас в послеоперационном периоде. И да, необходимо проконсультировать этого пациента совместно с специалистом, который знает эту проблему, ориентирован в ней. Вот небольшой такой экскурс в проблему ожирения. Пусть мы совершенно не коснулись таких вещей, как сонное апноэ, таких проблем, как связанные с ним нарушения дыхания, когнитивные расстройства, другие моменты. Да, простит меня, слушатель. Что-то будет восполнено, например, в четверг в этот Екатерина Владимировна Племянникова расскажет о проблеме вот этого сонного апноэ и его коррекции достаточно подробно. Это не история, которую нужно комкать там в 10 и 15 минут. А мы с вами переходим, собственно говоря, к переоперационному периоду, ради чего мы, собственно, и собрались здесь. И первое, на чем бы я хотел заострить ваше внимание, это внимательное отношение к этому пациенту. Ну вот прям как здесь. Я искал, искал фотографию, лучше не нашел. Это врач и пациентка, что очень комплоентны друг другу. Но надо очень внимательно послушать этого пациента для того, чтобы выяснить не только, сколько у него вес и ну максимум, какое давление и что он принимает, но и понять, а были ли попытки снизить вес, а нет ли сейчас приема одного из тех препаратов, о которых мы с вами говорили, нет ли тех дополнительных рисков, которые может нести потенциально этот переоперационный период. Этому помогает нам, конечно, клинические рекомендации по ожирению. И здесь, да, вы видите достаточно жесткие требования к тому, что ну вот надо правильно собирать анамнез, те моменты, на которые надо обратить внимание, вы видите и длительность заболевания, и особенность питания, и образа жизни. Конечно, очень важно понять ситуацию с артериальным давлением, понять кардиологический анамнез, понять сколько было визитов в терапию, кардиологию, сколько было событий нежелательных за вот этот год, понять насколько эффективна кардиотропная терапия, которая практически у 100% таких пациентов назначена, но может быть не принимается. Почему? Да потому, что вот первая особенность переоперационного периода, это конечно же особенность функционерности сердечно-сосудистой системы. Ну, вот здесь опять же я попытался нарисовать сердце, привести пример того, как оно меняется или может меняться у пациентов с ожирением, но это не самая главная проблема, коллеги, кипертрофия помогает может быть в этой ситуации, но конечно же и снижение ударного объема, склонность тахикардии, повышение ЦВД, но еще хуже тромбофилия чаще, чем в популяции, ишемическая болезнь сердца, в том числе и те события коронарные, которые пациент мог перенести, не обращаясь за медицинской помощью, это облигатные состояния. Артериальная гипертензия тут 50% я так скажу, что не встречал еще пациента с ожирением, тем более с морбидным ожирением, который не коррегировал бы свое давление фармакологически. 100% артериальная гипертензия, ну и естественно снижение переносимости физических нагрузок, одышка, отеки, почему это важно? Да потому, что на сегодняшний момент вот эта кардио готовность это один из компонентов состоятельности преабилитационного периода. И об этом вы слышите из лекции в лекцию, из сообщения в сообщение коллег, которые говорят о анестезии в целом. Ну, что еще важно? Вот это синдром обструктивного апноэ сна. Понятно, структура гортани меняется, изменяются анатомические соотношения между органами там содержащимися и, конечно же, храп и остановки дыхания во сне, они дают о себе знать. Дают о себе знать и о свежести при пробуждении и когнитивной дисфункции, но, конечно же, влияют и на чувствительность дыхательного центра, что в конце концов влияет и на дневную ситуацию, когда и гиперкапния, и гипоксия становятся как-то менее значимы для дыхательного центра, и пиквик он ожидает этих пациентов при развитии ситуации, об этом мы еще скажем. Ну, что еще нужно посмотреть? Часто это желчекаменная болезнь, панкреатит, не знаю, как насчет эректильной дисфункции, насколько это важно в предоперационном периоде, пусть сам каждый для себя это решит, но вторая особенность это, конечно, нарушение функции внешнего дыхания. Да, грудная клетка совершенно изменена, это и трудный доступ к верхним дыхательным путям, о чем мы тоже с вами поговорим, это снижение жизненной емкости, легких общей емкости, снижение давления закрытия альвеол, нарушение механики дыхания таким образом, ну и, конечно же, вот этот синдром гиповентиляции, который в раннем послеоперационном периоде может сыграть с вами злую шутку, так и естественно способствует повышению чувствительности пациента к препаратам седативного свойства и, конечно, требует учета при планировании анестезии. Как клинические рекомендации рекомендуют оценить эти самые обструктивные сонные апноэ? Есть стоп-бэнк анкета, так, которая позволяет выделить пациентов, у которых этот синдром точно есть, и повторюсь, это важно для того, чтобы вычленить когорту пациентов, у которых, ну, вы видите, есть и будут серьезные проблемы с масочной вентиляцией, есть исходно при длительно существующем синдроме выраженная легочная гипертензия, системная гипертензия и, естественно, пораженный миокард, а также высокая вероятность развития, например, аритмий в интероперационном периоде. Вот это стоп-бэнк анкета. Несколько правдивых ответов, несколько правдивых вопросов, и да, на три и более вопросов, но давайте посмотрим, храп, громко вы храпите, да вам уже сто раз сказали, громко вы храпите или нет, от вас жена даже ушла спать в соседнюю комнату, потому что с вами спать невозможно, стены сотрясаются, достаточно легкая анкета такая для ответов, но нужно знать об этом, нужно спросить об этих моментах пациента, и вы знаете, не всегда степень ожирения и степень выраженности вот этого синдрома, они соосны, зачастую ожирение даже первой степени сопутствует вот эта ситуация, а это значит, что на такого пациента надо обратить особое внимание, это опять отсыл к тому, что мы не должны мириться с избыточным весом вообще в переоперационном периоде, и да, любой такой пациент, любой такой избыточный вес для нас это некий такой красный сигнал, красный флаг. Ну, да, рекомендации дальше, вторым шагом, вот, выявляя этот синдром апноэ сонного, предлагают оценить и дневную компенсаторную ситуацию, то есть диагностировать синдром гиповентиляции, так, для этого используется анализ газа в крови, к примеру, ПЦО2 выше 45, вот, при отсутствии других каких-то причин к гиперкапнии и индекс массы тела более 30, да, это такой вот сигнал к тому, что респираторный ацидоз, который неминуемо развивается, дальше компенсируется метаболически, это ненормальная ситуация, она ассоциирована с ожирением и является его коморбидной проблемой, и теперь это ваши проблемы, вот еще ведь что. Ну, таких картинок много, я наиболее культурную нашел, знаете, есть даже среди коллег те, что засыпают прям на совещаниях, или, к примеру, на совещаниях, которые главный врач проводит там по понедельникам, и, естественно, этот храп, он всех веселит, но это как в начале нашей лекции, он веселит тех, кто не имеет отношения к этому делу непосредственно, и не столкнется с этим пациентом при интубации, при анестезии, в послеоперационном периоде не будет требоваться работа по, скажем так, пробуждению этого пациента, успешной экстубации, ну и так далее. Это же проблемный пациент, и, конечно, да, часто пиквик и все-таки избыточный вес выраженный, это, скажем, параллельно идущая ситуация, но, повторюсь, синдром сонного апноэ, это ситуация, которая, возможно, далеко до морбидного ожирения, это ситуация, которой иногда страдают люди, не имеющие выраженного увеличения массы тела. Но, повторюсь, об этом вот в четверг вам достаточно подробно расскажут, даже не буду вторгаться в эту тему. На что еще раз обращаю ваше внимание? На повышенную чувствительность препаратам со снотворным седативным действием, вероятность трудной масочной вентиляции, это как малампати, такой же четкий и, наверное, правдивый чувствительный тест. Возможность быстрой десатурации, а это значит особые требования к приоксигенации, об этом мы сегодня поговорим, ну и вероятность гиперкапнии во время анестезии, это о том, если вы пожадничали, не поменяли в адсорбере известь, ну, в силу там разных причин, и вам ее потом придется менять в ходе анестезии, это такая нервная ситуация, и еще, конечно, сопровождающаяся ухудшением экологии, и вот еще и ругаются на вас все в операционной после этого. Есть целый ряд облигатных препаратов, анализов, которые необходимо взять и исследовать у пациентов в предоперационном периоде, особенно если это вот пациент с морбидным ожирением, не только для бариатрической операции, а для любой другой. Да, операционная история это серьезная история, когда, как не там, нужно исследовать эти маркеры, так, по поражению коморбидных состояний при ожирении, которые здесь перечислены. Вы видите, на сегодняшний момент четких ориентиров по предоперационному обследованию все еще нет, и этот стандарт сложной и простой услуги, он давно уже, медицинские услуги давно уже ушел исторически. Чем мы, к примеру, заменяем это в своей практике? Мы стараемся разработать некий СОП, стандартную операционную процедуру, или, если хотите, протокол обследования разных пациентов, стараемся стандартизовать это, это вопрос безопасности. Вот откуда можно взять эти данные? От бариатрических хирургов и анестезиологов, которые с ними работают. Вот аккуратнее документации, чем вот таких подробных товарищей я не видел. Видимо, видимо, я предполагаю, что вопросы безопасности на этапе становления бариатрической хирургии в России имели очень большое значение, так как фактически прививались нам от европейских партнеров. И этот опыт, безусловно, нужно перенимать, опыт безопасности, изучения пациентов. Почему? Да потому, что сопутствующая патология, она частая, и, конечно, влияет на переоперационный период, повышая потребность кислородия, приводя к эндотелиальной дисфункции, приводя к усиленной продукции медиаторов воспаления, естественной инсулино-резистентности в переоперационном периоде, к чему надо быть, собственно говоря, готовым. Отдельная проблема метаболический синдром, вы видите, это висцеральное ожирение плюс любые две комбинации, на это тоже надо быть нацеленным, это тоже крайне нередкая проблема, и, да, диагностируя его, конечно, не поленитесь его записать в сопутствующую патологию, в сопутствующий диагноз, в любую рубрику, которая уместна в данном случае, и, естественно, это обоснует те риски, которые вы выставите в этой карте своего предоперационного осмотра, обоснует те ваши опасения, которые имеют место быть в отношении данного пациента. Ну, и вот есть, вы видите, целый перечень разных действий, которые рекомендуются пациентам, которые четко идут на бариатрическую операцию, и среди них вы посмотрите и врач-эндокринолог, и врач-хирург, и, понимаешь ли, и кардиолог, и диетолог, и даже психиатр. Я вам серьезно говорю, лучше документации, чем у пациентов с бариатрическим направлением в хирургии, я просто не встречал. Там этой документации столько, что проверяющий, он редко, конечно, заглядывает в эти истории, так как они в основном в хозрасчетном ключе идут. ну, просто вот это, наверное, греет душу проверяющего, потому что это все требует протокола. Я вот к чему, коллеги. Соблюдение, четкое соблюдение вот всех этих обязательных анализов, обследований, консультаций требует серьезного протокола. Этот протокол должен быть заранее приготовлен. Так же, к примеру, как протокол по тяжелой кровопотере. Ну, поступают к вам эти пациенты раз от разу. Ну, договоритесь, напишите на листочке, ну, подсказку, чтобы нет. Это улучшит и качество, и безопасность оказываемой медицинской помощи. А если это еще и приказ главного врача, ну, это защитит вас еще дополнительно. Это важно. Еще на что хочу обратить ваше внимание. Вот вы посмотрите, везде повторяется раз от разу такая вещь. Рекомендуется консультация специалистов, имеющих опыт работы в бариатрической хирургии. В акушерском вот этом протоколе там четко написано, если морбидное ожирение у акушерской пациентки требуется по возможности, чтобы наркоз давал компетентный врач. Как будто при других коморбидных состояниях подходит и некомпетентный. Настолько законодатель просит нам нас обратить на это внимание. И, конечно, третий вопрос это мультидисциплинарность. Ну, не решишь эту проблему одиночку. Ну, не знаешь ты до конца эндокринологической патологии. Кардиолог должен быть, потому что не всегда можно справиться с теми проблемами, которые пациент носил годами. Да, в предоперационном периоде все то же самое, как и с хронической обструктивной болезнью легких. Встретьтесь с этим пациентом пораньше. Встретьтесь, пожалуйста, за там 2-3 недели и, может быть, вы сможете порешать, позитивно изменить те факторы, которые относятся к категории модифицируемых. Да, есть ряд обследований, которые необходимо провести и новое слово полисомнография здесь. Это такая интересная процедура в сомнографе. Пациент должен спать и, да, оценивается вот это как раз апноэ обструктивное, объективизируется, как если бы это было холтеровское мониторирование, но только сна. Ну, вот есть у вас такая штука в клинике? Наверное, здесь опять нужно понимать, кому такого пациента направить, с кем можно посоветоваться. Может быть, в вашем городе, в вашем регионе наверняка есть ряд центров, которые занимаются этими вопросами. Ну, и вот, как бы вы не удивлялись, как, опять же, возвращаясь к Хоблу, есть плюсы от того, что вы бросите курить там за 4-6-8 недель до операции, оказывается, есть плюсы от того, что вы чуть-чуть похудеете, будете соблюдать диету, измените пищевое поведение. Да, на это нужно время, и вот, да, эти 4 недели можно посвятить этому вопросу, но, коллеги, это должна быть, повторюсь, диета, а ни в коем случае не просто голодание, ограничение себя или дисбалансирование диеты. Вы видите, что даже 5% сниженного веса может привести к ряду благоприятных эффектов, согласитесь, которые важны в переоперационном периоде. Ну, облигатным, наверное, редким сейчас случай, применяющимся, становится здесь амепрозол в двойной дозе, так, это и перорально или внутривенно медленно за 40-30 минут до операции накануне вечером вы должны его назначить, так, применяется метаклопромид, его многие применяют для профилактики аспирации, ну, и крайне важный вопрос, спорный вопрос, вопрос, который потом уже постфактум, после случившегося все очень любят разбирать, это тромбоэмолические осложнения. Риск у этих пациентов крайне высок. Вот. В чем здесь сложность? В том, что назначение особенно рекомендуемых вот здесь лечебных доз гепарина дооперационном периоде это камень преткновения между нами и хирургами. Это частый камень преткновения. Да, все культурно, да, безусловно, все в рамках дискуссии, но понятное опасение хирурга за гемостаз. Понятное опасение, и да, при операциях, которые имеют высокий риск кровотечения, кровопотерей, вы знаете, есть классификация, в этой связи вот известные вам клинические рекомендации по профилактике и лечению в ТЭО, они говорят вот о чем. У хирургических больных, я прям цитирую, медикаментозная профилактика может быть начата за некоторое время до операции или вскоре после нее. Вы представьте себе, если бы наши рекомендации хоть одна были так написаны. Это же какой такой маневр эти слова подразумевают и позволяют нам сделать так. За некоторое время до и вскоре после нее и дальше, несмотря ни на каприни, ни на степени риска по другим скажем шкалам, так, все равно окончательное решение о сроках начала медикаментозной профилактики принадлежит лечащему врачу. И да, мы часто видим, что, ну, если, к примеру, имеется некие сомнения в устойчивости гемостаза, а при выраженном висцеральном ожирении такое, так сказать, бывает, это обоснованно, особенно лапароскопическая операция, это значит устройство, техника, да, возникает некий конфликт между необходимостью все же назначить эти самые низкомолекулярные гепарины, к примеру, или пероральные антикогулянты, ну, и возможностью вот применить их чисто с хирургических позиций, но здесь нужно находить какой-то общий язык. Что сказать про подкожно-жировую клетчатку? Да и много ее просто, подкожно-жировой клетчатки, понимаете, и надо иметь опытную медицинскую сестру и самому уметь делать доступ периферический, конечно, активно пользоваться ультразвуковыми устройствами и специальными устройствами для визуализации вен, как написано, к примеру, в методических рекомендациях акушерских пациентов. Да, этот доступ надо сделать несколько заранее, чтобы не иметь нервозность в операционной. Ну, вам знакома эта ситуация, когда вот пациента привозят и надо сразу что-то начать. Это не те пациенты, тем более это часто хозрасчетные пациенты. Не нужно рисковать всей операцией, вашей безопасностью, вашим спокойствием. Нужно просто заранее, может быть, предоперационной или какой-то манипуляционной в отделении не полениться и создать там доступ с использованием ультразвуковых технологий. Да даже и с ультразвуковыми технологиями иногда это не так и просто. Но на самом деле ничего космического, конечно, там нет. Что про опорно-двигательный аппарат я хочу вам отдельно сказать. это то, что, конечно, моменты нейроаксиальные, они осложнены. Осложнены иногда тем, что межпозвоночные пространства, будем их так назвать, они щелки, щелочки, они настолько маленькие, что да, и вот этот подкожно-жировой слой настолько большой, что да, нужно иметь опыт для того, чтобы осуществить этот самый вид анестезии и да, для этого тоже нужно время, нужны специальные иголки, нужны иголки, но увеличенной длины. Да, здесь мы об этом говорим, приводим примеры просто увеличенной длины, вот и запомните. Значит, переходим к интрооперационному периоду, мы как бы немножко подготовились с вами. Первое, о чем я хочу вам сказать, о том, что, конечно же, у пациентов с ожирением, если это, например, ортопедическая операция, или если это акушерский пациент, этот вопрос мы и с Хоблом недавно разбирали, значит, это все-таки регионарные методы анестезии. Это, конечно же, ситуация, которая здесь поможет вам, если вы владеете этими методами, если они как-то у вас в руках, если вы имеете специальное устройство для их проведения, это здорово, это классно, учитесь, развивайтесь в этом направлении, это важно у этих пациентов. так, что важно еще, значит, кроме внутривенного доступа, вы видите внизу у меня целый перечень обеспечить наличие соответствующего инвентаря, ну вот, если есть у вас такие пациенты, они теоретически попадаются, встречаются в вашей клинике, но не нужно, скажем так, игнорировать это, и да, вы должны знать, что есть специальный операционный стол, который, знаете, педалечку нажимаешь, он как бы пытается подняться и опять падает, нажимаете педалечку, и кирургам приходится, ну, сами знаете, в какой позе стараться этих пациентов оперировать, ну, к чему это приводит, конечно, к нервозности, к напряжению, нужно один такой стол в какую-то операционную приобрести, заменить этот стол и быть в готовности там этого пациента прооперировать, значит, да, в хороших клиниках, классных клиниках думают и о труде сестер, санитарочек, потому что перегрузить этого пациента после операционного периода, скажем так, постараться вот его позиционировать, это целый труд, труд адский, и если всех на морально-волевых качествах настраивать, знаете, это не всегда просто даже безопасно, вы можете уронить этого пациента, существует специальное погрузочное-разгрузочное оборудование или вот эти слайд-листы, потому что, ну, вы, смотрите, вы принесли обычные носилки и стараетесь этого пациента перегрузить на каталку, причем одинаково такого размера для обычного человека, но это же катастрофа, понимаете, когда этот человек свисает с этой каталки, ну, надо подготовиться, так ведь, эта каталка не стоит ни ваших ног, ни жизни этого пациента, ну, и так далее, значит, широкие манжеты, об этом мы уже с вами говорили, потому что узкие они что, покажут немножко некорректно артериальное давление, так, по-короткову, длинные спинальные эпидуральные игрлы, об этом тоже мы говорили, отдельная песня это интубация трахеи, о ней мы немножко попозже поговорим, ну, и есть моменты, связанные с диагностикой плода, да, это история из вот носологического обеспечения беременных женщин с ожирением, документа, которому, конечно, уже восемь лет, но он по своей сути не потерял совершенно актуальность, и так, положение на столе, ну, не знаю, насколько эта пациентка беременна, вы знаете, у меня такие пациенты встречались, и в том числе и с хронической обструктивной болезнью легких, о чем мы уже на той неделе поговорили, и да, это целый вопрос, как сделать анестезию, если регионарные методики, ну, не подходит. И вот есть этот Хоббл, обструктивный синдром, выраженный астматический компонент, теопентал тоже не подходит, значительная гипертензия, ну и что, ну, кетамин. Ну, нет, нет же, и вот я опять, и опять мысленно возвращаюсь к ответу на тот вопрос, который мне задавали в предыдущий раз, ну, ну да, мы использовали и, наверное, и сейчас бы я использовал в третьем триместре этот самый кетофол, что бы там ни написано было в этой инструкции, такая ситуация, понимаете, у вас не вышла регионарная анестезия, но вы можете, конечно, заняться исключительно кетаминовой анестезией, но я бы так не делал, вот и все. Значит, не забываем, что, да, это положение близкое к положению фовлера со смещением матки влево, независимо от вида планируемой анестезии. Значит, есть особенности, связанные с регионарными блоками. Ну, мы, я уже сказал вам, это, во-первых, технически сложно выполнимо, но ничего страшного нет, коллеги. Когда я говорю вам сложно, это я просто настраиваю вас на серьезный лад. На самом деле ничего невозможного нет, и тот, кто хоть раз осуществлял эпидуральную анестезию, уже понимает, ничего сложного в поиске эпидурального пространства, чего-то космического нет. Да, этому нужно тренироваться, в том числе, может быть, и под контролем опытного врача, но стремиться оттачивать свои навыки надо. Для этого, конечно, не нужно торопиться, для этого нужны специальные иглы, наборы, то, о чем я сегодня вам говорил. В рекомендациях по ведению акушерских пациенток, видите, есть временной некий процесс, вот 90 минут, тогда, когда все-таки спинальная или же эпидуральная анестезия, или требуется спиноэпидуральная анестезия. Да, это более маленькое количество анестетика, так как понятно, что эпидуральное пространство, оно изменяется при ожирении, тем более при беременности. Вот, да, необходимо здесь очень внимательно посмотреть на легочную механику, она может из-за, опять же, непреднамеренного, достаточно высокого блока немножко вас подвести, но это тоже рабочий момент, это временно, не стоит этого бояться. Ну вот, крайне важный вопрос, это интубация. Хотя, хотя, несмотря на то количество огромных лиц, которые я видел, ну, за, там, лет 10, наверное, работы с такими пациентами, я скажу вам, что внутри эти пациенты, они вполне себе сносные, и, вы знаете, количество сложных интубаций, ну, по крайней мере, в моей практике, не было выше, чем в обычной практике. Хотя, что греха таить, эти пациенты нуждаются в особом подходе планирования интубации. Повторюсь, в том случае, если, ну, вот регионарные методы не подходят, если это бариатрическая хирургия, вот, ну, лапароскопическая, вертикальная резекция желудка, конечно, здесь мультимодальная анестезия, и на СВЛ, и, конечно, здесь вы вынуждены все это делать. Что я хочу сказать? Вот есть простой прием, он описан в методических рекомендациях, вот линейку так приложите, и если она у вас таким вот образом легла, как на картинке, а, то это, как сказать, запрещено так делать, понимаете? И, тем не менее, зайдешь, бывало, в операционную, и люди пытаются до сих пор даже современными клинками интубировать, как если бы они жили в прошлом веке. Они стараются разогнуть это бедное туловище, где голова, понимаете, она даже не может коснуться операционного стола из-за того куска жира, который на спине к шее свисает. Не может это произойти. И вот они пытаются визуализировать, конечно, голосовую щель. Это чудовищное дело, и производятся вот эти тракции ужасные, иногда даже очень грубые, и это в том числе не только мужская, и женщины они такие сильные, когда, знаете, вот эти стрессовые ситуации, не надо здесь создавать этих ситуаций самим. Нужно понять просто способы улучшения визуализации верхних дыхательных путей. И да, они представлены на картинке Б. Да, как вот не хочется это делать, но нужно именно так и сделать. Нужно положить эти самые валики, подушки и сделать так, чтобы пациент как бы ну поначалу как будто бы был не готов к интубации. По крайней мере у меня такое впечатление складывалось, субъективное ощущение. Оно абсолютно неправильное. Коллеги, вы один раз пробуете так сделать и после не оторвешь вас, вы будете всегда так делать. Понимаете, визуализация гораздо лучше. Делайте так. Ну и конечно ряд пациентов мы интубировали в сознании. Тогда, когда ну ясно, что в силу вы видите разных причин, эти причины вам наверняка встречались, вы видите, что вы столкнетесь с этими сложностями прямо тогда, когда вы введете эту дозу релаксантов. Конечно, не стоит рисковать используете фибробронхоскоп. На самом деле фибробронхоскопом сейчас и мы с вами как анестезиологи или аниматологи обладаем. Для этого даже не нужно приглашать специалиста эндоскописта. Да, там, где устройств нет, нужно приглашать, но на самом деле это абсолютно безопасно. И кто действительно еще раз попробовал, хоть раз попробовал эту методику, он влюбился в нее и никаких абсолютно проблем нет, когда специалист сделает интубацию после соответствующей анестезии местной и, к примеру, анксиолитика и после быстрая индукция. И все. И вы лишены нервотрепки тех проблем, которые бывают, знаете, когда вы не видите голосовую щель. Ну, не видите и все из-за разных причин. Это не тема немножко сегодняшней лекции, но вспоминайте и держите при себе вот эти, видите, такие карточки или систему карточек из соответствующего вот этого гайда, этих рекомендаций фар по трудным дыхательным путям. Ну, держите их и все. Иногда просто забывается, что зачем надо делать в этой трудной нервозной обстановке. Особенно тогда, когда вот вы в этой табличке выставляете очень высокий риск. Будьте к этому готовы. Предупредите коллег, попросите в конце концов подойти к вам заведующего отделением, другого там опытного коллегу. Если вы имеете дело с тяжелым таким ожирением, если вы подозреваете, что будет сложная ситуация с интубацией, конечно же, посвятите немного времени правильной при оксигенации. Ну, вот видите, есть разные методики, но, к примеру, вот этот гайд по акушерским пациентам с ожирением, вот он, что рекомендует. Три минуты ингаляции через маску в спокойное время или восемь максимальных вдохов. Ну, когда три минуты? Это когда у вас есть эти три минуты, а когда их нет, тогда восемь максимальных вдохов. А в случае чрезвычайной ситуации четыре хватит. Вы должны понять, максимальный вдох стопроцентный кислород в этой ситуации. Можно как-то по-другому это сделать? Можно. и да, сейчас мы после ковида имеем достаточно много устройств, как не инвазивной вентиляции легких, так и высокопоточной оксигенации, которые в этом вопросе могут нам помочь. Единственное, что понимаете, что их конечное инспираторное давление, оно все-таки ограничено их механикой, ну, механикой этого дыхания. и вы видите, что, например, вот это высокопоточное устройство, генерируя поток кислорода на каждые 10 литров, ну, это где-то сантиметр получается водного столба, и реально подходите к тому ПДКВ, которое вы создаете. Итак, вы подумали о том, как вы будете интубировать, преимущественно положение головы, преоксигенация о том, о чем мы с вами говорили, и вот еще момент какой. Видео ларингоскопия. Ну, я надеюсь, на сегодняшний момент такие устройства распространены в практике, это тоже очень удобные устройства. Знаете, я еще тогда практиковал, когда мы эти устройства делали, знаете, из чего? Из таких одноразовых клинков, ларингоскопа одноразового, куда вместо, это мне очень запомнилось просто, куда вместо, значит, световода, представьте себе этот клинок пластиковый, так, значит, и туда вместо световода впаивался, представляете, насколько мы были прогрессивными тогда, впаивался такой вот китайский алиэкспрессовский эндоскоп технический, представляете, что делалось, лишь бы прикоснуться к прекрасному. Мы разные пережили уже в этой жизни, теперь уже можно рассказывать, да, то когда же рассказать? Ну вот, и понятно, что количество попыток ларингоскопии, которые производит один врач, оно должно быть жестко, что ограничено, ограничено, потому что оно лишь в случае неудачи приводит к дополнительной травматизации, ухудшению и без того плохой визуализации, ну и, естественно, неблагоприятным стечению событий. Ну, что еще здесь нового? Вы наверняка знаете, что трудные дыхательные пути это сегодня не только плохое маломпати, это и учет размера и соотношений шеи, подбородка пациента, вот этого фартука жирового и возможность вентиляции маской и другие моменты, которые расширяют понятие трудный дыхательный путь и вот в этих новых рекомендациях практически везде видеоассистированная ларингоскопия. Но еще я на что хотел бы обратить ваше внимание. Совершенно недостаточно просто купить в отделение такой видеоларингоскоп. Нет, еще им и нужно попробовать поработать. Знаете, как бывает, иногда такой ларингоскоп лежит у заведующего, как некий артефакт, который он привез, ну, я не знаю откуда, из Египта, так, и он даже не вскрыт. И когда возникает такая ситуация, открывается этот ящик Пандоры, оттуда, знаете, достают видеоларингоскоп, а он ведь раздельный, там батарейка в одной руке, ларингоскоп в другой, и, конечно, даже соединить ее в этих нервозных обстоятельствах не жалейте, дайте своим врачам попробовать эту интубацию на обычных пациентах, попробуйте посмотреть в этот мониторчик и прочее, нужен тренинг для этого, это, безусловно, важно. Значит, на сегодняшний момент для анестезии у этих пациентов рекомендуется сочетание пропофола и севофлюрана или даже дезфлюрана, об этом, кстати, завтра достаточно подробно должен рассказывать наш шеф Константин Михайлович, у него завтра выбор, если мне не изменяет память ингаляционной анестезии, так вот, анестезия дисфлюрана может здесь оказаться более предпочтительна, что важно, коррекция дозы, ну, как это сказать, мы сейчас не запомним ни таблицу стощей массы тела, дай бог индекс брака вот этой идеальной массы тела, существует табличка специальная, так, она инклюзирована в эти методические рекомендации, так вы ее достаньте, она, мне кажется, в приложении Г4, распечатайте ее, раз такие пациенты у вас есть, ну, и вот тут все, говорится, по-русски написано, как рассчитывать дозу, где ее нужно скоррегировать на вот эту тощую массу, где на идеальный вес, ну, и так далее, здесь, как говорится, все просто, в любом случае, даже скорректировав дозу, дух рекомендаций, он в том, чтобы вводить ее постепенно, тетровать дозу, и тогда вы получите и безопасный, и эффективный результат, и чем мониторинга больше у такого пациента, тем, наверное, будет безопасней, это и в отношении центральной гемодинамики, это четкая рекомендация из акушерского вот этого гайда, который мы сегодня упоминали, это и использование биспектрального индекса, и, конечно же, ТОВ, мониторинг нервно-мышечной проводимости, который поможет вам на этапе чего? Экстубации. Говоря о искусственной вентиляции легких в ходе операции, скажу о чем? О том, что, конечно, необходимо соблюдать концепцию протективной вентиляции, тут вопросов нет, но есть такая картинка, я ее искал, но, к сожалению, не нашел, картинка от нашего классика Эдуарда Михайловича Николаенко, по которому мы так все скучаем, там была такая женщина с ожирением и огромной, огромной грудью, огромного размера, и внизу была такая подпись, знаете, куда ты лезешь с этим своим маленьким пипом, очень запоминающаяся, понимаете, здесь уже в рекомендациях, прям в телерекомендации, вы видите, говорится о том, что нужно в ходе этой самой анестезии, ну, поработать с маневром открытия альвеол, рекомендации ссылаются на работу, на вот эту, кому, так сказать, у кого будет возможность и желание, можете с ней более подробно познакомиться, там вся методология подбора постепенного, постепенно повышающихся вот этих параметров по ДКВ она есть, она несложная, вот, и то, о чем мы сегодня с вами также говорили, это достижение целевого значения ТОВ, ну, давайте честно признаемся, кто рутинно использует ТОВ, и давайте признаемся, у кого есть Сугамадекс, это что, мы не читаем рекомендации клинические? На самом деле, вот эта парочка Рокурони и Сугамадекс, это полезно для этих пациентов, ну, и иметь для этих пациентов, особенно для сложных случаев, ну, и, конечно, монитор нервно-мышечной проводимости, если вы не начали еще с ним работать, особенно в бариатрической хирургии, ну, так начните, ведь то, что этот пациент поднимает голову, это еще вообще ничего не значит, вы же понимаете, экстубацию пациента в данном случае, ну, нужно производить крайне деликатно, быть максимально уверенным в том, что вы вовремя это делаете, почему, потому что интубация у вас была сложная, вот ведь что, меры могут потребоваться, которые, ну, придется предпринять для того, чтобы повторно интубировать пациента, не говоря уже о рисках, которые могут возникать, ну, что еще важно для обеспечения безопасности, обычные наши дела, так, это и зонт, если это необходимо, но не рутинно, безусловно, значит, это и профилактика после операционной тошноты, рвоты у этих пациентов, это ничего страшного тут и необычного нет, вы видите дозы обычные дексаметазоны, только единственное, дайте этому дексаметазону реализовать себя, дайте развиться его эффектом, ну, просто фармакокинетику, фармакодинамику надо вспомнить глюкокортикостероидных гормонов в отношении после операционной тошноты рвоты, ну, не работают они мгновенно в этой связи, так, ну, и на сегодняшний момент, конечно, важно и продумать после операционной период, потому что, вы знаете, севаран заканчивается, инфузия фентанила заканчивается, и если, к примеру, эпидуральной анальгезии нет, то и помпы нет, то, конечно, этот пациент чувствует себя отвратительно, вот, и, конечно, это крайне мешает ему восстановиться после операционной периоде, тем более активизироваться, и весь ваш фасттрек накрывается медным тазом, ведь фасттрек это не только горячее желание пациента выписать, и чтобы он побыстрее вставал с кровати, да, в нашей практике пациенты встают и ходят в этот день, ничего в этом страшного нет, эти огромные люди, они уже с отрезанными желудками встают и идут, вот, хотя бы по палате, да, в сопровождении медперсонала, тем не менее, они с этой помпой, с этой эпидуральной анальгезией очень неплохо выглядят, это вообще очень похоже на фасттрек, понимаете, и, конечно, неоценимую роль в этом играют нейроксиальные блокады, но не получилось, ну что, тогда запланируйте внутривенные, внутримышечные инъекции в достаточном количестве, и также, естественно, оценку болевого синдрома ПАВАШ. Что еще очень важно, коллеги, после операционного периода часто, и это очень такой ужасно грустный вопрос, это тромбоэмболические осложнения после того, как вы уже все сделали, понимаете, уже и пришли родственники, и подарили цветы, и все так мило, и хирург пришел, и всех поздравил с тем, что желудок отрезан, и на сегодняшний момент началась новая жизнь, и вот они все собираются, и бабах, вторая смена, пациентка умирает. И да, у меня так было два раза. И никакой реанимации ничего не помогает, большая массивная тромбоэмболия. Выход один, обратите на это внимание, и в послеоперационном периоде не буду нудным. Вот есть коротко эти рекомендации в гайде фар, но я хотел показать вам гайд из Англии. Посмотрите, не то ли это, что мы сегодня так подробно с вами обсудили. это необходимость иметь вот этот план для лечения этих пациентов, и более внимательное отношение к сбору анамнеза, где мы рассматриваем все коморбидные состояния как риски, и, конечно, планирование, очень серьезное планирование операционного плана, наверное, может быть повторение этого операционного плана от пациентки к пациентке, влияние, мониторинг достойный у этих пациентов, в том числе и в послеоперационном периоде. Особый акцент на обезболивание, на его планирование, что фактически позволяет определить фасттрек. Что еще важно в послеоперационном периоде? Да научить пациента есть, это крайне важно, потому что эти первые приемы пищи это тоже достаточно подробно расписанный гайд. На этом тоже обратите внимание. Ну вот видите, мы, к сожалению, даже немножко перебрали с вами сегодня время, надеюсь, вам было не скучно, но сам Бог видит, что мы не можем с вами еще и поговорить полтора часа про работу с осложнениями в интенсивной терапии. Давайте уговоримся встретиться как-нибудь попозже, в какой-то наверное осенний Сергей говорит вечер, попробуем в осенний вечер и разберем три последних вещи, пусть это останется некой тайной между нами. Ну, все, спасибо за внимание и я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. вопросы. Продолжение следует...